Олимпийская А3, филиал Центра профилактики правонарушений 23-го микрорайона. Уполномоченный по работе с населением Александр Анопко определяет задачи на дневной рейд. В центре внимания участников рейда будут следующие объекты. Организация парковки автотранспорта у детской городской больницы, состояние отдельных пешеходных дорожек, места обжитые социальными гражданами, стихийные свалки бытового мусора на территории микрорайона и подходы и подъезды к строящемуся торговому центру на проспекте Победы. Сегодня в рейд выходит группа представителей производства горячего проката ООО «Северсталь». В свободное от работы время абсолютно по идейным соображениям. За выход в рейд только три дня к отпуску. И очень приятно, когда наша администрация реагирует на сигналы, происходят изменения, жители подходят, благодарят, это очень приятно. Елена рассказывает, что когда-то на дежурство выходила с родителями, а теперь сама патрулирует улицы. Правда, сейчас работа дружинников несколько видоизменилась. Охраной общественного порядка занимаются исключительно сотрудники полиции. Задача дружинников – наблюдать и фиксировать. Да, вот людям как ходить? Ну, вот здесь прыгают, там досточку кто-то положил, чтобы можно было перейти. Часто в рейдах дружинников участвуют представители мэрии и гордумы. Для оперативного реагирования это большой плюс. Все нарушения власти видят воочию. Результаты совмещенного рейда по территории 23 микрорайона будут направлены помощнику мэра для принятия конкретных мер по устранению замечаний и нарушений, которые выявлены сегодня. Информация, которая по результатам рейдов, по результатам обходов дружинников, она у нас обобщается. То есть по тем замечаниям, которые выявляются, мы принимаем меры уже к владельцам участков этой укополяющей компании, физические и юридические лица по наведению порядка. То есть в случае, если порядок не наводится, соответственно, принимаем меры административного воздействия по штрафу, на санкции. Штрафы для юридических лиц до 50 тысяч рублей. Мера действенная, говорят специалисты. Собственники, как правило, сразу наводят порядок на территории. В 26 микрорайонах города уже работают 29 добровольных рабочих дружин. Это около 1000 сотрудников предприятий и организаций Череповца. Каждую неделю на дежурство выходят в среднем 220-250 человек. В планах городских властей привлечь в ряды добровольных дружин и другие предприятия Череповца. Владимир Швецов, Игорь Лапшов, информагентство Череповец.